привет народ в общем сейчас жду человека даже два должны подъехать как бы хочу взять у двух людей интервью человек номер один ехал с южноукраинска это получается в ту сторону короче возле александровки поймали инспектора во встречном направлении на визирь предъявили скорость 123 километров в час дал взятку в 100 гривен человек позвонил рассказал что так и так вот поймали но говорю я объяснил уже чтобы встречном направлении человека человеку не имели права как бы да но тем более взятка это сами понимаете то есть хочу сейчас взять интервью у одного ну в общем все снимает камера дядя саша расскажи будь ласка я как получилось ну просто ты мне рассказывал случится хочу просто садила закрыть кормушку чем чем я я так получилось у яхты ехал ну навстречу навстречу шла полома я и шел сам никого бишь не был ехал чисто дорога и у меня остановил что я превысил скорость то есть навстречу тебе ехал патрульный автомобиль гаи ну и палкой махали лекарно махал и паку и ключевый красный мы чё помещу ну я остановился дальше что как было дальше и предъявили тебе шо то есть на визире предложили выйти с автомобиля хотя не должны должны поднести были ну ладно то такое дело на ты убедился что фотография твоя да да ну а не знал что они инспектора не имеют право снимать по путному направлению если бы я знал что он навстречу нельзя то я поспорил у нас 6 пиши ну и чем закончилось дело можно трошки громче будет ну шоу нарушил больше правило дал 100 гривен то есть из покорза сотку без проблем до с случилось до рода между украинским как это мастер александровка южноукраинская александровка на отрезке дороги да я понял просто ну та же ситуация вот случилась товарищем своим но правда он позвонил мне и я решил ситуацию то есть ну звонил а и сюда вместо я звонил департамента и в киев как бы и инспекторам перезвонили и они попрощавшись уехали ну то есть человек даже документы не показал им инспектора поняли что они не правы и уехали но доказать это было сложно в принципе спасибо я просто что хочу при помощи этого видео донести донести до руководства гаи украины шо творится у нас на дорогах то есть инспектора занимается беспределом разводят людей на деньги как видите сами то есть не предложили товарищу при так угол выписать а предложили разобраться по быстренькому в общем в принципе дядя саша спасибо за правду будем решать что-то все пока пока но также вчера звонил второй товарищ звонил знакомый второй димка говорит русик вот я сейчас еду по трассе ехал 90 красный маячок инспектор палкой останавливают и говорит вы ехали 120 километров в час а ведь пошли ознакомимся и дальше уже будем что-то думать ну как бы парень правильно сделал что набрал меня как бы получилось ситуацию как бы мы разрулили немножко тяжело там все это все проходило минут 15 подались мы с инспектором по громкой связи звонил я вызывал 102 на место ребята из 102 меня переключили на поздно и на второй пост переключили там я обрисовал ситуацию и как бы пригласил ответственного на место это было уже в сторону мигеи за клеверным мостом в другом месте но я думаю что экипаж либо тот же либо возможно одни одни и те же люди это все делают в общем ситуация какая что не получилось им второго парня развести уже на деньги как бы ну в принципе закончилось все тем что инспектора уехали даже не показал димка им документы то есть они потыкались помыкались мы минут 15 с инспекторами общались по громкой связи то есть дмитрий включил громкую связь и я вел диалог с инспектором как бы ну я потом это все вставлю по нарезаю нарезочку сделаю что было понятно чем речь и как развивались события ну вот хочу сейчас вот это все хозяйство скажем так собрать до кучи сделать смонтировать фильм и отправить ссылочку в департамент гаи в киев пускай ребята разбираются в ситуации на дороге дело в том что смотрите ситуация какая пан резников заместитель начальника и по моему да если не ошибаюсь по украине у нас пан резников четко дал задачу четко озвучил задачу четко озвучил задачу для своих подчиненных так скажем да коллег которые работают вот на трассе в патрульном режиме и объяснил им сформулировал ясно задачу только в попутном направлении визирем работать они же работают во встречном направлении то есть по идее это незаконно и самая не звернули увагу наших співробітників на те щоб використовуючи цей прилад мы не зробили помилок минулого мы как говорим о про те что цей прилад використовувати в режиме патруля будем обовязкового зупинка транспортного засобу тобто вимирюем швидкість швидкість лише попутного напрямку вимирюем швидкість швидкість лише попутного напрямку вимирюем швидкість швидкість лише попутного напрямку мы відійшли від тотального контролю мы відійшли від тотального контролю мы відійшли від тотального контролю что стосується цього приладу чему я кажу методичные рекомендации які нами розроблені вони вимагають от педробітника да и коли він буде фиксувати порушення в попутному напрямку лише попутному наголошую коли шеф попутному наголошую коли шеф попутному наголошую на это не отреагирует и начнет протокол складывать, я прошу вас, телефонуйте до очередной части управления ДАИ, обратитесь безусловно к нам. Мы не ведем в 7 лад. Мы не ведем в 7 лад. Мы не ведем в 7 лад. Ну и понимаете, да, сами, что люди попадают на деньги. Попадают на деньги, кто-то на протокол, кто-то еще как-то ремонтировал у меня судья обувь. Буквально вчера это было. Судья ремонтировал обувь и я спросил, а как же являются ли законными действия сотрудников ДПС, если они на визирь, скажем так, фиксируют, да, фиксируют правонарушение в встречном направлении, даже если правонарушение, хотя человек говорит, ехал 90, ехал четко, ну с родителями, говорит, еду, куда я буду гнать, я же, говорит, тем более это мама такая, что всю дорогу контролирует. То, что хочу сказать. Пан Резников четко сказал, только в попутном направлении. Вот общался, общался я по телефону, меня связали с постом номер два, по телефону общался, то, пан Резников, скажите, пожалуйста, вот обращаюсь сейчас к вам, вы в милиции кем работаете? Дворником, уборщицей? Если вашими приказами пренебрегают сержанты, то есть пренебрегают, ну, сто процентов, то есть я спрашиваю, а пан Резников вам не указка? Да шо мне не ты Резников? Шо мне не ты Резников? У меня вот есть инструкция, я говорю, как это шо мне не ты Резников? Это ваш непосредственный начальник. Говорит, не, Резников мне не начальник, у меня там сержант какой-то там, начальник там. Понимаете, да? Да, то если, ну, если начальника ГАИ или замначальника ГАИ приказы игнорируются, то, я не знаю, может, наведете вы порядок, потому что, ну, как-то будем, тогда мы наводить его, если вы не в ЗМОЗе. Я думаю, что надо как-то решать эту ситуацию с поборами на дорогах. Я надеюсь, что этот ролик увидит пан Резников и отреагирует как-то. Номера на грудные жетонов, по-моему, там даже будут фигурировать. Человек записал, то, как бы, я приложу все к видео. Все, пока-пока. Ну все, запись пошла, короче. Вот и Димон, которого я ждал, чтобы, скажем так, взять у него интервью. Вот на этой самой машине он ехал. Ну, расскажи, Димка, ситуацию, как все было? В общем, с родителями собрались к бабушке. Бабушка живет недалеко. Едем мы, проехали развязку Кишинев-Полтава и... Клеверный мост. Ульяновка-Николаев, да? Да. Клеверный мост так называемый. Дни проехал, несколько километров, по пути встречая колонну, и сзади колонны пост, не пост, а машина, ТПС, и, судя по всему, решили снять мне скорость по встречке. Ну, еду я себе спокойно, через... Сколько ехал? Километров? Ну, я точно не помню, но когда меня останавливало, где-то в 90-95 ехал. Ну, да, дальше. Я же не всегда смотрю на спид-домы. Ну, то есть, больше с родителями, то есть, обычно нормально в правилах 85-90. Ну, да, тем более мама там... Мама, да, у тебя. Как-то поймали мне там превышение и решили тормознуть. Догнали, все там по правилам остановился, они сзади остановились, мигалки все, они там включены. Подходит один инспектор и говорит сразу, вот вы превышаете 120. Я говорю, а с чего вы взяли, что я превышаю? Ну, вот мы на визирь сняли. А я сразу же говорю, нельзя же во встречном направлении снимать на визирь. Да что значит нельзя? В общем, то что значит нельзя и мое нельзя снимать на визирь, расстануло где-то на минут 30-40. Ну, а мне ты когда позвонил? Ну, в общем, они уже пытались и свидетелей остановить, и уже на видео меня снимают, и уже пытались, угрожали, я не знаю, угроза это или как. В общем, говорили, что сейчас вызовем, так, 102 или кого-то. Наряд, наряд вызовут, будут выяснять мою личность, потому что, что ж, их незаконные действия, я боюсь им даже документы предоставить. Ну, естественно. Это ж все противозаконно, я просто, ну как, в растерянности, я знаю, что нельзя снимать его встречки, и тут мне говорят, что я вот такой-цакой нарушаю. Ну, я вот ролик недавно буквально, как раз за пару дней до этого выставил, что Резников, добрый день. Так я же его на днях, 2-3 дня назад и смотрел. Да, 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 вот как раз вот ситуация тебе, да? Я вообще в шоке. Ну, такой приказ, и наша доблестная служба, дорожная служба, так вот реагирует на эти приказы. То есть такое ощущение вроде Резников не полковник милиции, да, я не знаю, там на вахте сидит, вахтер какой-то. Ну, как сказал инспектор, да вы там насмотрелись по телевизору всяких картинок, и давайте судить. Ну, я же не буду таким голословным, что я смотрел кино, и теперь я буду такой всех знать. Ну, да. Я вот это знаю, нюанс, и все, больше ничего не надо. Вы нарушаете это, и что мне больше не нужно? Больше мне ничего не нужно. Вы от меня требуете одно, при этом вы нарушаете сами правила. Ну, то есть действия инспектора является незаконным. Мне ты позвонил, то есть уже через... Ну, уже минут 25, я не знаю. Ого, ты с ними пробозился, да? Да, вот мы стояли, они мне доказывают, что можно, все там, и уже машину подогнали так, чтобы я как бы, ну, как твоя стоит, чтобы я смог хотя бы что-то увидеть там. А тебе подогнали, типа, доказательства? Да, посмотреть доказательства. Молодцы. Ну, ребята молодцы, пытаются как-то выкрутиться, но они же сами понимают, что это не законно. Визирь снимается и приносится, но сам факт того, что фиксировать нарушения во встречном направлении, как бы, ну, непонятно там, чья скорость и как накручен тот визирь, насколько. Поэтому, ну, я знаю, что Димка обманывать не будем. Если он сказал 90, то это было 90, а не 120. Вообще не он, суть сейчас с толпоком. Есть приказ. Понятно. А я не слушаю. Не, ну, я-то знаю, что как ты ездишь-то еще, кроме того. Тем более, зная твою маму. Зная твою маму. Это если бы я одно ехал, еще можно было бы сомневаться, да, тут с родителями. То вот такая вот история, то с чем она закончилась? Что, как бы никаких, ну, тебе позвонил. Ну, ты мне позвонил, я позвонил сразу же, ну, попросил тебя включить громкую связь, ты включил громкую связь, я попытался пободаться, скажем так, с инспектором. Инспектор вообще, то есть, игнорировал меня. Я набрал 102, хотел вызвать наряд милиции на место и сам потянулся туда. Меня 102 переключили на пост ГАИ, соединились с постом. Я сказал, обрисовал ситуацию, говорю, ребята, давайте старшего, ответственного туда отправляйте, потому что конфликтная ситуация. Я сейчас одеваюсь тоже. Меня Димка просто разбудил, я спал. Спросонью это все хозяйство. Я говорю, давайте ответственного на место, я сейчас тоже одеваюсь, выезжаю. Связь прерывалась несколько раз, там яма какая-то, что ли там. Я не знаю, скорее всего. Связь несколько раз прерывалась, то есть, я разговаривал, и тут пи-пи-пи-пи-пи, пропадали, шли короткие гудки. Я опять перенабирал, то есть, с двух телефонов, с одного телефона я звонил в милицию, с другого телефона я звонил, с Димой был на связи, как бы. Ну, закончилось тем, что я позвонил в наше, ну, в 102 меня соединили с постом, на посту товарищ ответил, что сейчас он разберется, дайте мне две минуты, все решим. Ну, прошло минут еще, наверное, 5-7, как бы, я вешу на громкой связи у Димона, ничего не происходит, я перенабираю еще раз, опять же, в 102 меня опять соединяют с постом, дальше ситуация развивалась, инспектор уже, то есть, он первый раз сказал, что все, спасибо, мы сейчас отреагируем, дождик у нас начинается, я ближе под киоск стану, сначала инспектор сказал, что мы сейчас отреагируем, потом инспектор сказал, что, второй раз я позвонил, что, ну, вы понимаете, ну, я вот сейчас давайте сюда вставлю этот разговор. Меня тут остановили патруль, в общем, измерили скорость по встречке, да, 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 порядка 120 повалившихся. и посылают, включи громкую связь. Сейчас, подожди, я взял дешевую станцию, а потом встречи. В общем, я так и поздно не подошли, они по встречке не имеют права снимать на визирь. Я это им не говорю, что они имеют права снимать. Да, да. Вот, а сфетера, вот, говорят, что нет, мы это имеем право, потому что, мы имеем право. Включай, включай громкую связь. День добрый, уважаемый. Фамилия Резникова вам знакома? Фамилия Резникова вам знакома? Спрашиваю. А в силе вообще разговаривает? Это мой писатель. Но я не буду по телегуру внести. Я спрашиваю, фамилия вашего начальника, непосредственного вам знакома, уважаемый. Фамилия Резникова вам знакома? Для вас это что-нибудь говорит? Ваш непосредственный начальник запретил вам снимать в встречном направлении. Непосредственный начальник командир взвода, старший лейтенант милиции Юрченко Виталий Васильевич. Ваш непосредственный начальник полковник Резников. Уважаемый, слушайте внимательно. Вопросы будут? Дима, ты где находишься? Я поехал в Слеверный мост. Жди, еще раз говори, куда я сейчас снаряд 102 вызову туда. Документы в руки не передавай, открой окно и жди. Я вызываю сейчас дежурного по городу. Бермайская рота или какая? Пускай вызывают дежурного по городу. Конфликтная ситуация, говорю тебе. Я сейчас тоже подъеду с камерой, все снимем. Вызову 102, короче, сейчас. Вот, ты сейчас подъедешь? Да, да, да. Ребята, я вам еще раз повторяю. Отпустили человека и пожелали счастливого пути. Полковник Резников на всю страну заявил, что вовсе есть на направлении визирь не работает в Украине. Это запрещено. 33 приказ, прочитайте еще раз. Возьми жетоны перепиши. Сейчас скажешь мне фамилии и жетоны, я сейчас позвоню в 102. Ну, пускай игнорируют. Ничего страшного. Ты, короче, документы им в руки не передаешь. Ну, так и ждем сейчас ответственно, уважаемый. Ответственно ждем. Резников запретил вам снимать во встречном направлении людей фотографировать. Вимиряем швидкість лише попутного напрямку. Мы идти из тотального контроля. Что касается этого преподата, почему я говорю, методические рекомендации, которые нам разработаны, они требуют от работника ДАИ, когда он будет фиксировать порушения в попутном направлении, лише в попутном, наголошуя. Когда шеф попутному, наголошуя. Когда шеф попутному, наголошуя. На это не реагирует и начнет протокол складывать. Я прошу вас, телефонуйте до очередного части управления ДАИ. Звертайтесь безпосередньо до нас. Мы не ведем в цьому лад. Я вам говорю, Резников запретил на всю страну. По телевизору. По телевизору? Что такое телевизор? А что вы мне такое, уважаемые? Вызывайте 102, я сейчас подъеду. Не ругайтесь, во-первых. Я не ругаюсь, я говорю, вызывайте 102, вызывайте ответственного. Это достойно. Я нормально себя веду? Не ругайтесь просто напрямую. Да я ж не ругаюсь вообще в принципе. Не ругайтесь. Уважаемые, я разговор записываю на диктофон, я вам могу сейчас промотать. Представьтесь, пожалуйста, водителю, предъявите служебное удостоверение, он перепишет ваши данные, сейчас и подъедет ответственный по городу на место. Вы пьер-майские будете? По какому главному? Ну, по какому? А вызывайте своего ответственного. По какому ответственного? Кто у вас главный начальник? Кто у вас? За что? А? За что ответственный? Я ответственную, сейчас уже не сюда опергруппу. Потому что водитель даже отказывается предъявлять документы. Не просто. Вы не предъявляете документы. Вы ему должны назвать законную причину остановки. Поэтому он вам не предъявит их, пока вы не назовете. Вы понимаете, русский язык, причина, зупынка, должна быть, у вас ей немая. Вы игнорируете приказ президента. Или Янукович, для вас тоже пустое место уже? Не ругайте себя в русском, вы что-то хорошее русское? Я спрашиваю, Янукович, президент, Виктор Федорович, для вас пустое место? И его приказы для вас ничего не значат? Януковича приказ, а без причины остановки? А почему без причины есть? Какая причина? Превышение скорости. Превышение скорости измерения приборов визир во встречном направлении запрещено на Украине. Нет, это написано. Это полковник Резников, ваш непосредственный начальник, озвучил на всю страну. Уважаемый, алло! Что случилось-то? Не знаю, наверное, просто связь пробовал. Включи громкую связь опять. Так, в чем проблема, инспектор? Дальше, слушаю вас. Попроси инспектора представиться, предъявить служебное удостоверение в развернутом виде. Перепиши данные. Я сейчас милицию вызову на место. Где ты находишься, Дима? Как я тебе объясню? Ну, проехал ты Клеверный мост. Дальше налево, направо? Нет, прямо. На Перамайск? На Перамайск. А, то есть где-то в Мигее тебя тормознули? 59 километра. Сейчас я вызываю на место милицию. Я милицию вызываю на место. А сам ты мчишь? День добрый. Уважаемый, скажите, пожалуйста, на дороге конфликтная ситуация. Можно наряд милиции 79-й километр Южноукраинск-Перамайск. 79-й километр, это там возле какого села? Это возле Мигеи. Возле Мигеи? Да. Сейчас по штурм ГАИ соединялась. Если можно, да, ожидаю. Сейчас подождите, соединись. Ожидаю, ожидаю. Инспектора попроси представиться, Дима. День добрый. Конфликтная ситуация на дороге. Можно наряд выслать? Возле Мигеи, Южноукраинск-Перамайск. Возле Мигеи остановили во встречном направлении. Палкой махнули. Во встречном направлении, говорят, померили вас на визирь, 120 километров ваша скорость. Полнейший бред, ехал 90 человек. И вот сейчас пытаются развести на деньги человека. На деньги пытаются развести. Да, документы давайте, сейчас будем составлять протокол. Или туда-сюда, короче, вот такая ситуация. Человеку объяснили, что Резников запретил это делать во встречном направлении по телевизору на всю страну. Ваш непосредственный начальник, если не ошибаюсь, Резникова. Знаете такого, да? Знаете. Да, и вот инспектор утверждает, что Резников для него, короче, не знаком вообще, кто такой. И такую инструкцию он ни разу в жизни не слышал. И что приказ Януковича ему не указ тоже, потому что, ну, как бы, беспричинная остановка получается. Почему? Потому что он на меня за нарушение правил дорожного движения. Нарушение правил дорожного движения не было. Ваш инспектор показал видео на приборе. Инспектор не может мне показать видео на приборе. В остричном направлении это запрещено. Я так понимаю, что да, давайте я вам сейчас Резникову трубочку передам. Мы будем дальше слушать или вы слышали эту передачу? Нет, то есть. Ну, так о чем проблема тогда, инспектор? Давайте напишем подвигную ситуацию лучшим мирным путем, потому что сейчас на место приедут журналисты. Сейчас ему перезвоню. Да, не переживай, все нормально. Да, не переживаю холодно. Так, прикрой огонь, заведи машину и грейся, а он хомерзнет. Да, уже сделал. Дима, в следующий раз сразу набираешь и говоришь то, что я тебе говорю. Говорю представиться, значит ты инспектора бросишь представиться. Я думал, что инспектора адекватно, но они не хотят сотрудничать. Да, 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 я слышу тебя. Пришлось, вот. Ну, нормально, нормально. Это что за гудок сейчас такой? Что, что? Гудок сейчас какой-то, пи, вроде выходящий вызов у тебя. А, нет. Ничего, уже нет. Ну, а ты что? Ну, а я что? Ты говоришь, ты тоже приедешь? Ну, сейчас, если нормально все разрулит, я думаю, разрулит. Я думаю, он не докладный вообще, это дядя. А какой прекрасный лазер приказов? Это Резников сказал на всю страну. По телевизору объявили. Что ж ты не скачал? Я ж тебе показывал. На ютюбе залил ролик, это, дня два-три назад. Что ты не скачал себе? Я говорил, я видел ролик, и сказать, да, что я видел по телевизору или... Ну, я же так и говорю, что вот инспекторан по требованию остановился, остановился, это все нормально. Потом они сказали, что вот нарушил. Я говорю, как нарушил? Законное требование. Законное требование. Законное требование. Ваши требования незаконно. Инспектор, ваша остановка незаконно является. С той стороны трубки, товарищ Яхт, как можно сказать? Руслан Николаевич меня зовут. Нет, ну, смешно. Руслан, отчество Яхт. Николаевич. Руслан Николаевич? Да. Значит, и водитель, и я, и вы, и все остальные руководствуются чем? Правилами дорожного движения и существующим законодательством. Зачем вам документы предъявить? Просто для убедиться, что водитель имеет все документы, или будем составлять протокол? Значит, подождите. Мы руководствуемся чем? Вы руководствуемся моими инструкциями. Правила Международного движения. На порушение, вот видите, на порушение моих инструкций, я подошу наказание от моего руководства. Правильно? Я уже позвонил вашему руководству. Вы скажите, пожалуйста, я прав или не прав? Я уже позвонил вашему руководству. Доброе. Но за нарушение инструкции, они будут наказать моё руководство, правильно? То не водитель. Нет, конечно же, не водитель. Водитель руководствуется КОАПом, який говорит, что у вас должна быть законная причина для зупинки. 111 наказ. Там написано в правилах дорожного движения, что водители обязаны предъявить... Уважаемые, в 111 приказе написано, что вы маете мать вескую, дуже вескую причину зупинки автомобиля. Если у вас не ма причины для зупинки, вы не маете права затримувати людину. Вы сейчас нарушаете 33 статью Конституции. Вы ограничиваете права и свободу граждан. Руслан Николаевич. Это уголовная статья. Вы ограничиваете права и свободу граждан на передвижение по этой стране. Руслан Николаевич. Да, я вас слушаю. В инструкции 3.1 написано, что это для зупинки, даже для перевирки документов. Нема такой причины. Нема. Почитайте нормально. Я читал, я знаю все причины. Специальных операций для перевирки документов, правильно? Вы хотите просто переверить документы и пожелать счастливого пути человеку? Что пишут правила дорожнього руху? Водей зобовязанный. Вы же понимаете, вы сейчас трохи закон знаете. Та я хорошо знаю закон. Лучше вас, инспектор, правила дорожнього руху знаю. И закони ваши лучше вас знаю. Водей зобовязанный мне их предъявить. В разе, если он их даже не предъявляет. На законном основании. На какого там не написано в правилах дорожнього руху. На законном основании, инспектор. Я сейчас буду звонить. Сейчас журналісти подъедут на место. Да, подъедут. И вас уволят вечером сьогодні. Вы что, не знаете, что такое интернет и ютюб? Вы сейчас порушуете права громадян. Руслан Николаевич. Вы сейчас порушуете права громадян. На вольное пересувание. Нет, нет, я ничего не порушу. Вы незаконно утримуете людей. Руслан Николаевич. Я вас слушаю. Я поставлю пару свідків около себя зараз. И свідки камеру перед журналістами заявлять. Мы не желаем, чтобы нас снимали. Мы не желаем, чтобы нас снимали. Мы не желаем, чтобы нас снимали. Не понял. Я какие свідки? Я зараз поставлю свідків, то зараз зупиню людей. И буду просить, чтобы водитель мне предъявил, хотя бы предъявил документы. На законном основании он вам предъявил их. Но ждите ему законные основания. Скажите ему правильную причину зупинки. Чего вы его зупинили? В педкостях. Та немає такого. Я вам показую еще раз. Я вам включаю сейчас вашего начальника Резникова. Передаю ему трубку. Слушайте, что он говорит. Ваш начальник, пан Резников, сказал следующее. Вимиряем швидкость лише попутного направления. Мы идем от тотального контроля. Мы идем от тотального контроля. Что касается этого производства. Я говорю, что методические рекомендации, которые нам разработаны, они требуют от работы ДАИ, когда он будет фиксировать в преступном направлении, когда еще в попутном направлении. Когда еще в попутном направлении. Когда еще в попутном направлении. На это не отвечает и начнет протокол. Я прошу вас, телефонуйте к очередному части управления ДАИ. Звертайтесь безусловно до нас. Мы не ведем в этом лад. Мы не ведем в этом лад. Ну так что, вот инспектору объяснял же, что он что, где-то... Подожди, Руслан. Не порушивал. Инспекторы сейчас говорят, что он в 11.00, 11.00? Да я ж только что позвонил на пост, конечно им надо уже уехать. 11.00, им нужно ехать. Да, да. Можете подъехать и спросить. Что вам надо держать? Я вам еще раз повторяю, я заявляю на камеру, официально, на ваш телефон. Я ни в коем случае, не в коем назад. А я не всталкиваюсь с этим. Инспектор, работайте в рамках закона и у вас никогда не будет конфликтных ситуаций. Да я что вас не встал? Я готов с вами судить в портал. Я готов с вами судить в портал просто. Ну как, уменяюсь пробежать. Это гораздо выше, чем что сейчас происходит. Да, да, да. Что там? Все нормально, Димка? Да ничего. Отпустили? Нет, все нормально. А что же они хотят тогда? Ну, а как ты думаешь, они хотят, чтобы я предоставил документы? Ты спроси, зачем ему документы? По какой причине? А? По какой причине он их требует? Просто достань, достань ему вот так в окошко, покажи их и все. Они же и сказали причину остановления. Не, но если он... Дима, он просто хочет убедиться уже. Ты же понимаешь, они такие ребята, что хотят уже посмотреть твои документы, коль они тебя остановили. Ты спроси, если вы просто хотите убедиться, я вам покажу. Достань права вот так. Покажи ему с окошко просто с рук своих. Просто не давай... Сейчас я включу еще раз. Сейчас я включу еще раз и расскажу. С окошко просто покажи документы инспектору. Я думаю, ему этого достаточно будет. Если он не будет их никуда переписывать твои данные... Ну, скорее всего, будут. Нет, не будут. Ты покажи ему просто документы. Если у него что-то есть в руках и он будет переписывать, то, естественно, не показывай. Будут. Если он просто... С чем он стоит? Ты так думаешь. Да я уверен, что просто ему хватит твоих документов. Я еще раз звоню сейчас на 102. Ты попросил его приставиться, а нет? На грудный знак переписал. Вот. Я на грудные знаки переписал. Это шо? Это не проблема. А, ну тогда жди тогда. Это... А шо ждать? Ждем милицию. А потом шо? Тима, давай решать проблемы по мере их поступления. Ваше. Я не могу... а по тревогу в 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 Впереди меня ехала суда, в домах. Ну, в общем, какой-то жаренец. Я вижу, что впереди меня даты идут. Вот такая пересвета. Дима, фамилию инспектора скажи. День добрый. Я звонил минут пять назад. Конфликтная ситуация на дороге у нас. Как бы вы сказали, подождите и тишина. Там дальше инспектор начинает терроризировать водителя. Мне звонит департамент ГАИ в Киев. Руслан Николаевич меня зовут. Повторите, пожалуйста, вот сейчас, я записываю. Ну что, приказ Резникова вам не приказ. Вот вы мне сейчас сказали, что на приказ Резникова вам как бы все равно, правильно? Нет, вы не перекручивайте, пожалуйста. Ну я не перекручиваю, я повторяю ваши слова. Вы мне сказали, что приказ Резникова нам вообще не указ, есть методичка, по которой мы работаем. Я такое не говорил, товарищ. Повторите, пожалуйста, ваши слова. Я бы сказал, что согласно техническим характеристикам данного прибора, скоро можно мерить. Это же сказал и полковник Резников по телевизору. Но полковник Резников сказал, что мерить в Украине мы будем только в попутном направлении. Исключительно слово прозвучало. И сказал, если будут какие-то нарушения, звоните непосредственно мне, я разберусь. Я сейчас буду звонить департамент ГАИ в Украину, в Киев. Скажите, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, с кем я разговариваю. Я на диктофон вас записываю, я вас предупреждаю сразу. Представьтесь, пожалуйста. Инспектор взвода сослуживного стационарного поста номер 2, сержант милиции Тончев. Тончев. Имя, отчество. Владимир Иванович. Владимир Иванович, еще раз повторите мне, пожалуйста, то есть вам сейчас как бы, вот вы мне правильно сказали, что на Резников вам абсолютно как бы неинтересно, кто такой Резников. Я такое не говорил, товарищ пассажир. Я вам сказал, что согласно техническим характеристикам данного прибора скорость можно мерить как... Согласно техническим, да, и полковник Резников тут же заявил на всю страну, что, но в Украине мерять мы будем. Инспекторам разрешили мерить только во встречном направлении. Да, да. В общем, они пожелали счастливого пути, так я не увидев моих документов. А как же они тебе пожелали счастливого пути, не увидев документов? Я вообще не знаю. Ну, хотели... Он уверен, что им нужно сопровождать какой-то там автобус на Украине на 11 часов. Ну, хорошо, пускай сопровождают, пускай попросим инспекторов в следующий раз действовать в рамках законности и все будет нормально у них тогда. Ну, они уже уехали. Ну, я понял. Это? Да. Они там, короче, пробили меня по базе, наверное, я не знаю, напугать их или что-то. Так, что ты нам хотел напугать? Я сейчас в департамент ДАИ позвоню в Киеве и изложу ситуацию, короче, потому что это надоело уже, это беспредел. Они сами откуда? Ну, сейчас я перезвоню тебе на миражетону, мне продиктуешь, и номера этих я заяву напишу. Добренько. Ага. Давай. Уважаемый, так что вы продолжайте мысли, я пишу дальше. Да. Димунди еще раз привет, а ты их не писал ни на что там, на камеру? Не, у меня нету, просто телефон, а телефон занят разговором. Ясно, купи регистратор на всякий случай-то. Он тебе сэкономит раз и навсегда, как бы. Да плюс при ДТП, плюс при всем, 500-700 рублей раз потратил, там, а-6. Ясно, ну, короче, вы же не против, я думаю, да, если я все это сделаю в интернете красиво? Я думаю, сделай. Добро. Дисциплинарными высказываниями в летах по-любому. Ты переписал вот эти нагрудные значки все? Да. Продиктуй мне. Сейчас, подожди, игрушку какую-то найду. А номер машины не записывал, а не? Ага. Десятка была? Сейчас? Десятка машина? Ну, что-то вроде, да. Да, давай говори. МИ? Украинскими, да, МИ? Да. 0,0,92. А второго? МИ, 0,1, 92. Или 91 или 92, а то я что-то проборонил. Ну, а так 91 или 92? Ну, на абатом я точно не скажу. Пусть будет только один. То, что у меня требовало документы и то, кто предоставил ко мне притаж, это первый. То есть, МИ, 00,92, да? Да. И он же меня на видеокамеру снимал. Так, а что ты ему разрешил снимать на видеокамеру? И что ты мне этого не сказал? Что тебе снимают? Надо было запретить ему сказать, инспектор, я запрещаю вас снимать, я гражданское лицо, вы не имеете права. Что ты думаешь, там что-то будет? Согласна. Не, ничего не будет, просто, ну, тут и знал вот это, зачем они тебя снимают. Ну, то, может, я не знаю, испугает или что. Понятно. Ты, да, испугает, испугает, что ты испугался, что камера, ай-яй-яй. 102 вызывать буду, ой, еще буду, это, шнаряд вызывать. Да, да, да. И деятель останавливает. Да, 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 да. Останавливал, останавливал, никто что-то и не подошел, и не поймут, то ли не хотели, то ли он так, что там для фонда дело. Да, да, да. Ну, в общем, а потом в конце, говорит, это что с видеокамерой отходит от меня, а, ну, от меня, говорит, в следующий раз будет протокол. Ха-ха-ха-ха. В следующий раз и не будет. Ну, как-то, я не знаю, что они там будут. А второй, с которым я остался больше, ну, он, так, ну, это тот, с которым я с тобой говорил. Угу. Но более-менее такой адекватный. Потому что тот, который первый подошел, уже, как только начал, ну, уже спросил его о доказательствах, он уже начал и голос повышать уже, и... Нервничать начал. Ой. Ясно. Ну, все нормально, в общем. Та разрулили бы, если что, я бы подъехал на место, тут мне ехать еще 20 минут. Че 15 даже. Добро тогда давай. Как-то так. Давай. 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 Давай, Димка. В общем, все, да ничего. Уже побывали мы у бабушки. Все сделали, что запланировали. Еду я домой. По тем же маншрутам, только сточный сюда наоборот. Проезжаю Кеверный мост, но уже ближе к Южноукраинску, получается, да. Пристраивается сзади меня автомобиль, я не знаю, что у него с оптикой, но, в общем, такое ощущение было, как будто он моргает светом все время дальним. Но, на самом деле, ничего не моргает. Сматриваешь, ну, дежурная машина едет, но выключенный спецсигнал, ну, спецсигнал. Без синего маячка, да? Да, без синего маячка. Ну, обогнали меня, поехали. Ну, явно видно, что я ехал на пределе, это 95, а они утопили нормально. Ну, обогнали, да, обогнали. То есть пришли с явным превышением скорости, да? Обогнали, да, обогнали, ну, хотя бы маячок включили, мол, там, спешат, я не знаю. Так все ничего, проезжая уже до Семеновского съезда, стоят, походу поймали кого-то тоже по встречке, потому что они развернулись где-то, неизвестно тоже по правилам, но не важно. Уже маячки включены, то есть маячки работают. То есть маска то, что у них маячки временно не работают и нужно починить, не прокатит. В общем, маячки работают, и они работают с каким-то там житиком. Ну, я проезжаю уже, да, про себя так думаю, да, уже ребята поймали кого-то. Проезжаю метров, ну, километр проезжают ближе к Ивановке. Хопа, опять сзади пристраивается, и опять без, ну, с выключенными мальчиками. Ее обгоняют, ну, ребята, вы, я не, это, это засада на дороге, не то, что там засада в кустах. Это явная засада, именно кого-то ловят. Проезжаю я и еду за ним, ну, в этот раз уже они не спешили никуда, еду я за ними примерно, там, в расстоянии 100-200 метров. И выезжаем мы на Арбузинский перекресток, а там же развязка такая хорошая, там, две полосы разгона, торможение и все дела. То есть, естественно, там сплошные, двойная сплошная. В общем, о этой машине была без разницы эта разметка, обгоняют всех и все, по встречке, едет там кто-то, не едет. Я вообще в шоке, так, человек, который следит за дорогой, за порядком, так нарушает. То есть, двойную сплошную пересекали инфектора, да? Ну, какая там, двойная или единорная? Двойная там. Мало того, что двойная, там еще этот. Островок безопасности? Островок безопасности. Вот они по нему обогнали двух машин вперед, дальше, на приключения. Ну, как бы, да. Я просто не понимаю этого. Должны инфектора быть примером для простых водителей. Они показывают, как нужно ездить, вернее, как не нужно ездить. Вот просто какое может быть отношение после того, после такого к инфектору? Инфектор какой, что вы нарушаете? И у меня сразу в голове, а когда вы не нарушали? И пытаюсь говорить с ними любезно, мол, потому что это же страж порядка. Ну, да. Чтобы уважать закон. Ну, а если не уважать закон, то, кто должен, просто не знаю. Ясно. Ну, ладно, Димчик, спасибо тебе за интервью. Пошел я монтировать видео. Ну, и уже после того, когда я понял, что звонить на пост бесполезно, я набрал департамент ГАИ в городе Киеве, позвонил на так называемую горячую линию ГАИ. После чего, как бы буквально там прошло две или три минуты, я слышу, что по телефону инспектор прощается, говорит, что я вам выносил устное попереджение, но вы больше так не рубите. Я вас его сети по пальчикам пожурил, но он так и не увидел документов, то есть они пытались все-таки увидеть. Сначала был такой... Ну, я им показал так, что они есть, а то они уже стали... Да. Может, у вас вообще документы нет? Да, да, да. Потом я говорю, покажи просто издалека, вот просто, чтобы они увидели, что они у тебя есть. Потому что, ну, не отстану. Я знаю, что для инспектора это дело чести, чтобы водитель просто хотя бы показал ему документы. Водитель показал документы, они так посмотрели и попрощались. Скажем так, нам надо ехать, срочно сопровождать какой-то автобус, мы ротосопровождение, бегом-бегом-бегом, и вот были таковы. То сейчас хотел бы задать вопрос пану Резникову. Пан Резникову, скажите, пожалуйста, долго ли ваши подчиненные будут игнорировать ваши приказы и указания? И нормально ли это, что вы говорите одно, а ваши коллеги, ну, просто стригут деньги? В этом же видео будет эпизод о том, что человек отдал 100 гривен взятку. То есть, если что, это же можно все поднять и все доказать, без проблем абсолютно. Как бы, ну, давайте как-то проводить какую-то чистку, наверное, в рядах, я не знаю, или, может быть, ну, как-то объяснить людям, что нельзя законы нарушать, если они чем-то написаны или кем-то эти законы в этой стране, то если все будут жить по законам, всем будет хорошо. Потому что, ну, это ни к чему хорошему эти поборы на дорогах не приведут. Как бы, я думаю, что вы можете повлиять на ситуацию. Ну, я думаю, на этом все. Все, пока-пока. Пока-пока.